К сожалению, фестиваль «Небо России-2020» подходит к завершению. Сегодня, 18 августа, состоится заключительный полет. Понаблюдать за стартом тепловых аэростатов можно, если на парковке ТРЦ «Круиз» в 17.30 присоединиться к колонии отправляющихся отсюда воздухоплавателей. Мне нравится, это вообще мой формат, когда на самом деле проводят группу энтузиастов, 10 человек. В этом году мы ни перед кем не обязаны, вообще. У нас есть ветер, у нас есть там социальные сети, поставили точку, приехал народ. Конечно же, соблюдая социальную дистанцию, все тут, в общем, наслаждаются красотами. Но, тем не менее, нет фиксированных дат, нет никаких дополнительных проверок и прочее. Вот авиация, вот пилоты, вот документы, вот заявка в небо, есть погода, полетели. Первые дни погода была не всегда летной, но состоявшиеся полеты все же были очень красивыми. Некоторые можно было наблюдать в прямом эфире в режиме онлайн. Максимальная фиеста в этот раз составила 9 шаров. Ребята, которые обсервировали, рязанские, вот, они очень расстроились, когда я сказал, что спорта не будет. Я им пообещал, что один раз они выйдут. Ну и вчера, утро и вечер, было по два креста. И ребята выехали, маркера пилот побросали, вот, обсервировали проверили. Ну, в общем, все довольны. И мы же заказывали спортивный инвентарь гораздо заранее, до, в январе. Ну, и было жалко, если он красивый юбилейный, там, 30 лет фестиваль, что бы, если это мы бы не использовали бы. Вся спортивная часть фестиваля в этом году отменена, виной чему стал вирус COVID-19. Поэтому все массовые мероприятия, которые планировались на территории Рязанского Кремля, тоже отменены. К ним относятся праздничные открытия, вечернее свечение, закрытие фестиваля. Но, несмотря на ограничения, аэростаты поднимались в небо и радовали рязанцев и гостей нашего города. Мы вчера были и сегодня приехали. Это здорово, конечно. Мне кажется, это зрелище, интересно, начиная от самых маленьких, заканчивая самыми большими. Это романтика, это полет, это небо, это ощущение воздуха. Мы живем в Рязани и часто видим, очень нравится. И вот прилетели посмотреть. Мне понравилось, как они взлетали. Ну, как их надували и как ветродуем их надували. Очень красиво. Ну, да, понравилось. Неожиданно, что они такие большие были. Основной зоной полетов в этом году стали район сел Шумыш, Заокское, Коростово, Солодча, Варские, Аликаново и Дубровичи, Агропустынь. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».